добрый день дорогие мои друзья сегодня мы продолжаем тему сложной фигурки а именно фигурки с выступом живота такое может у нас быть да посмотрите по вашим просьбам я сегодня хочу разобрать пример моделирования вот такого вот платья я показывала его в предыдущем видео какие фасоны подходят какие не подходят и поэтому мне прилетел прилетела от вас просьба чтобы я показала как смоделировать вот такое платье на обычной базовой конструкции и так я его показала сначала вам художественный эскиз то есть фотографию этого платья а сейчас мы с вами рассматриваем технический эскиз технический эскиз давайте здесь уже подробнее раз разберем что мы должны обязательно учесть для того чтобы сделать вот эту вещь такой какая нам будет нравиться во первых посмотрите несмотря на то что у фигурки есть выступ живота платьице у нас немножечко немножечко совсем зауженная книзу то есть как бы такой слегка намек на о-образный силуэт не широкая расклешенная юбка а именно зауженный силуэт книзу потому что именно он будет давать вам ту степень аккуратности ту степень чистоты что ли форм да какой-то который будет вас немножечко скрадывать животик будет вас немножечко украшать даже Еще что, вот именно данное конкретное платье, оно выполнено из трикотажного полотна. Пожалуйста, в идеале это действительно трикотажное полотно. Если это трикотажное полотно, посмотрите, оформлен цельновыкроенный рукавчик. В трикотажном полотне цельновыкроенный рукавчик вот в этом месте под мышечкой ляжет у вас хорошо. Заломов, неудобства какого-то в этом месте не будет. Но если вы захотите такое же платьице выполнить из обычной ткани, плательной или костюмной ткани, ну любой нетрикотажной ткани, тогда вам я посоветую делать все-таки обычную пройму, чтобы у вас или это был без рукавов, силуэт какой-то безрукавка, или рукавчик был бы приточной. То есть он был бы или рубашечный, или вточной рукав, но в любом случае, чтобы под мышечкой вот здесь не образовывалось лишней ткани. Потому что именно эта лишняя ткань и будет вам давать тот ненужный объем, который так присутствует на фигурке. И чтобы его не было, надо чтобы плечевой пояс, область грудь, переход боковой шов, вот эта область была очень аккуратной, не преувеличенной ни в объемах, ни в чем остальном. Итак, ну и спинка здесь выглядит вот такая вот очень простая, поддерживающая, так сказать, переднюю половинку. Нагрудная выточка переведена вот в эту драпировку. И еще эта драпировка из нижней части горловинки, да, вырез горловинки вот такой вот кругленький, я думаю, даже не очень он расширенный со стороны шеи, да, может быть, понемножечку мы его расширим с вами. А еще добавлена лучевая раздвижка, которая позволяет вот в этой области создать лишнюю ткань, увеличить вот эту драпировку на груди, которая нашу небольшую грудь будет делать побольше, как раз появится равновесие в пропорциях между небольшой грудью и достаточно выразительным выступом животика, потому что это находится выше груди. И здесь смотрите, какая активная будет драпировочка. И это тоже будет играть нам на руку. Вот что хочется мне сегодня вам показать. Ну и для того, чтобы начать работу, вы очень четко должны себе представлять то, что нам нужно взять ваши мерки, я не буду здесь повторяться, как мы их пишем, да, вам нужно хорошо себя измерить, чтобы кто-то вас померил, выбрать правильные прибавки. Я в этом случае предлагаю прибавочки по груди 3 и прибавка по бедрам тоже 3. Талии, конечно, не акцентируются. Рукавчика у нас нет и талии мы не акцентируем. Поэтому достаточно вот этих двух прибавочек. 3 и 3 сантиметра. Почему 3? Да потому что изделие без рукавов и потому что оно выполнено из трикотажа. Если будете делать изделие не из трикотажа и с рукавчиками, возможно, вам по груди нужно будет 4, а то и 5 сантиметров взять. Пробуйте, экспериментируйте. Лишнюю ткань всегда можно забрать. Ну потому что очень много зависит от того, тянется ваша ткань или не тянется, насколько комфортно вам будет жить в этой вещи. Поэтому для обычной ткани можно добавить прибавочку по груди и побольше. А вот по бедрам больше, я думаю, уже не надо. Потому что у нас будет появляться еще лучевая раздвижка и она естественным образом раздвинет нашу выкройку. Итак, мерки сняты, прибавки выбраны и вы строите вот такую базовую конструкцию. Это полочка, это спинка. Длину изделия я взяла 62 сантиметра. Вы можете взять какую-то другую. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать с нашей базовой конструкцией. Спинка самая легкая. Начнем с нее. Ну, во-первых, в этой базовой конструкции я бы, что сделала? Я бы сделала заужение, небольшое заужение к низу. Давайте мы поступим следующим образом. Сейчас прикрепим нашу выкройку вот сюда, чтобы удобно было с ней работать. Вот эту выточку я бы перенесла. Давайте вот так будем работать, пока это нам не нужно, пусть оно не мешает. Вот эту выточку я не люблю оставлять на этом месте. И я ее обычно переношу всегда в горловинку, чего и вам желаю. И обрабатывать легче. Сутюживается легче, потому что ткань идет по косой. И не мешает плечику в обработке. Поэтому я возьму и вот так вот из горловинки построю сюда перпендикуляр. И по нему разрежу нашу выкройку. И после этого закрою выточку. Закрыла выточку в одном месте. И она открылась у нас, соответственно, в другом месте. Вот это первое действие. Второе действие, которое нам нужно сделать. Видите, на спинке у нас нарисовано цельнокрайонное, такое удлиненное плечико. То есть как бы небольшой рукавчик у нас здесь все-таки присутствует. Поэтому, чтобы удлинить вот это плечо, я вот в этой точке, P2, в конечной точке плеча, добавлю полтора сантиметра. Они мне нужны для того, чтобы возникало какое-то ощущение свободы. И нарисую эту линию вот так. Затем под небольшим уголочком я пойду вот так вот вниз, наклон сделаю. Ну и удлиню, насколько мне хочется удлинить, чтобы пройму не менять. Давайте на 8 сантиметров вот так вот мы выберем эту величину. А вот этот уровень проймы, надо сказать, что вы базовую конструкцию строите с тем расчетом, что у вас будет изделие без рукавов. То есть очень сильно вынимать пройму вот здесь нельзя. Нужно прямо вот померить на себе вот этот отрезочек и его отложить. Потому что если вы очень низко сделаете проймочку, то она у вас будет, сами понимаете, что показывать. Ну а дальше мы можем сделать вот так. Перпендикулярчик вот здесь. И чтобы не замучиваться с обработкой вот этого вот уголочка, который здесь получается, мы его просто вот так вот сгладим. Вот такая получится здесь история. Если мы обведем, то мы увидим линию проймы у нас вот такую. До линии бедер это будет прямо. Значит здесь у нас будет выглядеть наша выкройка вот так. И внизу я бы сделала небольшое заужение. Давайте прямо 2-2,5 см мы вот так вот немножечко заузим свое изделие. Не хотите, можете не заужать. Но вот мне очень хочется все-таки выполнить вот это заужение. Вот такая чистенькая, аккуратненько у нас с вами получится спинка. И вот это мы, конечно же, все удалим. Сейчас я попробую это убрать, чтобы оно не портило нам внешний вид. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь мы переходим к построению нашей, с работе с нашей полочкой. Для того, чтобы с ней поработать, нужно знать вырез горловинки. Подойдем к зеркалу, найдем у себя еремную впадинку. Она у нас находится обычно вот здесь. Буква В и еремная впадинка совпадают. И углубляемся вниз, скажем, на 10 см. Или на 12, кто сколько хочет. Сразу сильно не вырезайте, потому что тяжелая ткань, она может очень сильно у вас оттянуться вниз и будет казаться больше. И у нас получается вырез горловинки. Давайте возьмем лекало, нарисуем его. Я не стала расширять горловину. Вы можете легко это сделать на примерке. Пока мы сделаем вот такой вот вырез горловины. Не усложняем, не удлиняем видео, не усложняем нашу задачу. Затем, смотрим вот на этот рисуночек, да, и видим, что если вот эта грудь у нас вот в этом месте, да, то драпировка идет, направляется она на грудь. Вот здесь и здесь у нас грудь. Значит, мы должны эту большую выточку закрыть и открыть ее в горловинку. Давайте вот сюда вот ее откроем. Вот сюда откроем нашу выточку. Так, что еще мы можем увидеть? Давайте вот так будем рассматривать наше изделие, да. Что еще мы можем увидеть? Закроем так вот серединку, да. Мы видим, что один из, вот этот защип, он пойдет у нас, вот эта складочка пойдет на грудь. Вот эта складочка идет куда-то, наверное, уже на бедра, на уровень бедер, да, вторую складочку сделаем. Третья идет по центру, а четвертая идет куда-то вот сюда, наверное. И нарисуем вот эти вот, вот эти линии. Посмотрите, если продолжить, вот это, скажем, у нас центральная линия, да, вот так. Это идет сюда, центральная линия идет вниз, это идет сюда, это идет куда-то сюда. И то же самое мы повторим здесь. То есть куда идут наши драпировки, складки, туда мы их отправляем и здесь. Вот так вот мне уже хочется сделать, чтобы веер был посимпатичнее. Вот так. Теперь вот это расстояние, вот это расстояние делю пополам. И эту складочку хочу сделать, драпировочку хочу сделать вот так. Вот это лучики, это лучики. И центральная у меня будет в серединке. Вот что мы нарисовали, срисовывая эти направления этих лучиков именно с вашего технического эскиза. После этого мы берем в руки ножницы. Прежде всего мы вырезаем горловинку. Она нам не нужна. Так. И начинаем выполнять вот эти разрезики. Лучевая раздвижка у нас применяется. Не дорезая 1-2 миллиметра до конца. Так, второй, третий горловинка наша. Выточку нагрудную нужно закрыть. Так, значит я ее тоже подрезала. И вот так вот сейчас закрою, закрою, соединяю стороны выточки. Соединила стороны выточки и приклеила их друг к другу. Значит вот эту часть мне нужно почистить. Я могу просто вот так вот отсюда кусочек удалить, чтобы он нам не мешал. Ну вот, и начинаем непосредственно наше моделирование, вот эту нашу работу. Прежде всего я вижу явно, что у нас идет по центру очень хороший вот такой вот лучик. Да? Значит я должна примерно вот на такое расстояние отодвинуться от центра. Примерно на такое же расстояние отодвигаю здесь. Так, примерно на такое же отодвигаю здесь. Ну и собственно говоря все. Ага, и у меня некуда рисовать свое плечико. А попробуем опуститься вниз. Угу. Угу. Не входит в одну картинку. Но сейчас что-нибудь придумаем. Сделаем их немножечко поменьше. Так, так, так. И тогда у меня все получится хорошо. Но еще что мне нужно сделать. Я хотела же заузиться немножечко к низу. Давайте вот отсюда заузимся к низу. Ну можете, повторяю вас, и не заужать. Так вот мы решили все с вами сделать. И начинаем тогда все сейчас подклеивать сюда. Первая деталька приклеилась. Вторая деталька. Вот здесь рассмотрим, какие растворы у нас получаются. Вторую детальку мы подклеили. И третью детальку мы подклеили. И вот эти детальки мы подклеили. Так. Вот что у нас получилось. Теперь мы начинаем. Хотим обвести ту линию, которая оказалась у нас вверху. Вот эту часть линии мы хотим обвести. Но мне не нравится, что вот здесь открылся очень большое расстояние. Не знаю, как себя ткань будет там вести. Поэтому посмотрите, что я сделаю. Я возьму и вот эту вытачку еще разочек подрежу. То есть раскрою ее вот так вот сюда. Вот так. Вот так я поступаю. Видите как? У нас получилась вот такая вот картинка. То есть большую вытачку я на две части разделила. И теперь я буду уже оформлять свою горловинку. Вот так, вот так. Вот так. Вот так, так. Касаемся вот этих частей. Приходим сюда. И дальше пошли по смыслу. Здесь мне нужно подняться на полтора сантиметра. И удлиняться на восемь. Поднимаемся на полтора. Удлиняемся на восемь. Примерно вот сюда. И оформляем под прямым уголочком вот такую вот часть. Все, наше построение закончено. Сейчас мы красиво это все обведем. Вот от этой точки у нас идет волнистая линия. И на сколько мне надо стянуть будет это расстояние? Два. Четыре с половинкой. Шесть с половинкой. Восемь. Десять. Десять сантиметров. Значит вот здесь я прошью. Две широких строчки. И стяну до десяти сантиметров. Плечико у нас стало выглядеть вот так. Мягко сходим вот сюда. Часть проймы. И боковой шов. А линия низа выглядит вот таким образом. Здесь сгиб. И здесь тоже сгиб. Конечно же. Вот такое простое платье у нас получилось с вами сегодня. Давайте еще разочек посмотрим вот сюда. И посмотрим вот сюда. Я думаю, что если вы примените такой прием. И пошьете себе какое-то изделие. Это не обязательно может быть платье. Может быть это блузон будет какой-то. Блуза. Туника какая-то. Да. То у вас должно получиться все очень хорошо. Повторяю еще раз. Наверное самый лучший вариант будет ткани мягкой. А мягкой ткани сейчас очень-очень много. Сейчас очень много хорошего вискозного трикотажа. Вискоза смешанная с синтетикой. Вискоза это искусственное волотно. Синтетика это синтетическая ткань из нефти сделана. Такое сочетание очень хорошо. И поэтому вам будет и удобно. И мяться не будет. И вытягиваться очень сильно не будет. Желаю всем успеха. Задавайте свои вопросы. Предлагайте, как и вот эта вот незнакомая мне барышня. Предлагайте свои фасоны для моделирования. И мы будем в нашей школе с вами их разбирать. И будет вам хорошо. Всего вам доброго. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok